Здравствуйте! В эфире «Школа жизни» – программа о том, как жить безопасно. По статистике Всемирной организации здравоохранения, в мире ежегодно погибает 1 миллион детей. Что такое бытовой травматизм? Почему страдают и гибнут дети? И кто должен обезопасить ребёнка от травм и увечий? Об этом и не только сегодня в программе. С точки зрения семьи и взрослых людей детский травматизм – это горе, которое случается по недосмотру родителей. Пока существует родительская беспечность, у нас будут с вами случаться так или иначе травмы, особенно с детьми и в быту. С точки зрения психологии, я бы сказала, что детская травма – это результат детских экспериментов. Детский травматизм нас очень волнует, потому что порой он заканчивается летально. Мама с двумя детьми ушла гулять, а пятилетний сын остался дома. Мальчик падал за окна, но успел схватиться за раму. Висящего малыша заметили жильцы дома, и они спасли его, поймав на одеяло. Ребёнок жив, госпитализирован. Уважаемые эксперты, это сообщение одного из информационных агентств в Беларуси. Но самое страшное, что такое сообщение не одно за прошедшее лето и осень. География – вся Беларусь. По каждому случаю детского травматизма проводится тщательное расследование. Что является причиной подобных ситуаций, спросим у тех, кто всегда стремится докопаться до первопричины произошедшего. Основными причинами бытовых травм детей является именно недосмотр родителей, либо оставление их одних дома. В основном это вина родителей. А сколько таких случаев? Есть ли какая-то статистика по Гомельской области? Естественно, статистика есть. Ежегодно, как правило, это порядка 18-19 тысяч вообще травм у детей. А бытовых – это 60-65% от этого числа. А если взять годы в сравнении, вот, например, минувший год и год назад? Примерно на одном уровне она идет. В 2016 году было порядка 19 тысяч вообще общим травм. И в 2017 году примерно такая же цифра. Бытовые травмы где-то порядка 11,5 тысяч. Это именно бытовые травмы. Ольга, но ведь падение из окон – это только один из примеров бытовых травм, которые получают дети, оставшись без присмотра родителей. А какие еще несчастные случаи случаются именно дома? Дома очень много случаев, кроме выпадения из окон – это ошпаривание кипятком. Когда родители оставляют чашки на краю стола, когда родители включают чайники, и ребенок может спокойно дотянуться до этого чайника и потом обернуть на себя этот чайник. Когда дети маленькие, их оставляют на краю дивана, кровати, дети падают. И даже у нас есть летальные случаи, когда ребенок, казалось бы, упал с дивана, он невысокий, и ребенок погиб в результате этого. Оставляют таблетки, бытовую химию. Еще интересные случаи, когда дети у нас любят попробовать алкоголь. А родители порой еще сами становятся, можно сказать, провокаторами детских травм. Потому что разжигают дома, особенно это касается, наверное, печного отопления. У нас одна мама решила разжечь печку. Мама молодая, рядом ребеночек маленький, печка не разжигается, она плеснула туда жидкости для разжигания. Огонь, естественно, сразу пыхнул, и она обожглась, и ребенок получил очень сильные ожоги. Кроме этого, родители и роняют детей дома, и роняют с дивана это одно, роняют с пеленальных столиков, которые очень высокие. И то, что и сами их роняют, у нас мама в прошлом году уронила ребенка, и не смогли спасти эту девочку. Это трагические случаи, и чаще всего они происходят, как говорится, тогда, когда ребенок остался без присмотра родителей. Уважаемые эксперты, мне очень хотелось бы, чтобы мы подняли именно эту тему. Без присмотра родителей – это значит один в квартире, или это нечто иное? Без присмотра – это буквально потерять концентрацию на несколько секунд, и ты уже можешь оставить ребенка без присмотра. Поэтому, как вот этот баланс соблюсти? С одной стороны, детей приучить к самостоятельности, чтобы они умели находиться одни, не попадали в беду. И с другой стороны, те, кто требуют повышенного внимания, не теряли этого внимания. В этом, конечно, мастерство любого родителя. Присмотр родителей не может, конечно, быть на каждом шагу. Невозможно каждому ребенку, поскольку они достаточно быстрые, приставить кого-то, чтобы наблюдал. Но контроль можно осуществлять, не обязательно наблюдая все время. Меры контроля, меры обеспечения безопасности родитель усовершенствует по мере подрастания ребенка. По мере того, как он начал двигаться уже по квартире свободно. Сначала начинается с элементарного того, чтобы поднять все моющие таблетки на недоступную высоту. Потом подключаются запирающие устройства на шкафчики. И постепенно, конечно, родителю, особенно молодому, может быть, не всегда сразу очевидно, что какие-то вещи, которые раньше были элементарными, привычными, и поэтому незаметны для взрослого человека, как та же чашка, стоящая на столе. Нет там, нигде не загорается лампочка, что это опасность потенциальная. Это слишком привычная вещь. И они часто игнорируют это и неосознанно оставляют все так, как было до рождения ребенка. И, к сожалению, расплачиваются. Иногда первая травма заставляет думать очень сильно. Хорошо бы, конечно, чтобы они прислушивались и начинали действовать загодя. Спасибо. Ольга, скажите, пожалуйста, ну а на языке сотрудника прокуратуры ребенок остался без присмотра родителей. Что это значит? Просто один дома? Нет, это не просто один дома. Это значит, что родитель просто не видит своего ребенка. Родитель занят абсолютно другими делами. Один из последних случаев выпадения из окна ребенка, когда мама находилась на кухне, занималась своими делами, а две сестрички играли в комнате. При этом окно было полностью открыто. Даже не было там москитной сетки, которая иногда является причиной падения из окна. Одной девочке 6 лет, второй девочке 3 года. Девочка садится на подоконник, рисует, и в один из моментов девочка выпадает из окна. Мама находится дома. И только потому, что та еще закричала, девочка старшая, побежали, оказали помощь. Но благо это был второй этаж, и осталась девочка жива. Уважаемые эксперты, существует мнение, что квартира, в которой жили молодые супруги до рождения ребенка, может быть потенциально опасна? Действительно, до рождения ребенка мы живем так, как нам удобно. Когда рождается ребенок, и он начинает ходить, как было сказано, с года до двух ползать, он начинает открывать все шкафчики, все трогать, все пробовать на вкус. Поэтому желательно позаботиться о том, чтобы это не стояло на поверхности, чтобы шкафчики были закрыты. И завязать. Вот самый простой способ, если не хотите врезать в мебель замки, замки, то можно просто перевязать эту мебель, как-то заклеить. Да, то есть сделать так, чтобы ребенок потянул своей ручонкой, посмотрел, что это неоткрываемо, потерял к этому интерес, и пошел все-таки на ковер к игрушкам, там, где все доступно, и можно с этим играть. То есть, если родители не могут убрать все, можно организовать дом манеж, посадить туда ребенка, дать ему те игрушки, которой можно пользоваться, ну и пусть ребенок играет. Я очень уважаю мнение одной из мам, которая мне рассказывала, что когда у нее родился малыш, и он начал уже ползать, она, чтобы понять, что все-таки может опасность представлять, она на коленках проползла по всей квартире. И все сама перетрогала, передергала и проверила. Она большая в этом смысле, молодец. Рассматриваются ли в школе примеры бытового травматизма? Всевозможные случаи получения травм в быту, начиная вот со второго класса, на предмете УБЖ, дети это постоянно, кроме классных часов, которые у нас также раз в четверть обязательно посвящены темам безопасности, там, поведения на каникулах. И детям в том числе, учитель говорит, что дома вот аккуратно относитесь к электричеству, к горячим предметам, к открытому пламени. Как вы сказали, вот двери, двери для того, чтобы открывать комнату, закрывать, что с ними играться. Дорожный травматизм. Эти знания не остаются бесследны и помогают. Помогают хранить свою жизнь и спасать иногда чужого. Запас беды не чинит, говорят в народе. Уважаемые эксперты, скажите, а вот насколько подобные знания всерьез воспринимают дети? Здесь большое значение имеет то, как именно информация о чем-то опасном подавалась раньше. И здесь я бы хотела привести два примера. С одной стороны, дети взрослым верят. Но иногда они даже информацию об опасности каких-то предметов, вот нельзя утюг, включенным ставить плашмя на ковер. Но иногда ребенок, услышав это в саду, дома очень положительный ребенок, совершенно невредный и не шкодливый. Просто из научного интереса пробует проверить, а в реальности точно это будет? Или они опять соврали? А почему такое иногда бывает? Я бы хотела вот здесь особенное внимание родителей обратить на что. Когда мы ребенка воспитываем еще маленького, мы пытаемся вместо физических методов наказания, что, понятно, не поощряется. Найти хоть какую-то им замену и подбираем угрозы какие-то. И я бы очень просила, не пытайтесь детям угрожать кем-то или чем-то, милиционерам, врачом или еще какими-то ужасами, потому что контролировать поведение родителей достаточно и авторитета самого родителя. Зачем призывать кого-то дополнительного? Но дети, привыкшие к тому, что угроз больше, чем их на самом деле они в жизни видят, они просто постепенно из года в год уже к пяти годам привыкают, что папа или там мама, бабушка часто много говорят и чем-то пугают. Но на самом деле этого не бывает и не случается. Значит, этому можно и не верить. Да. То есть он немножко напрягся, но он привык, что этого никогда не случается. И вот здесь будьте осторожны. Никогда не угрожайте тем, чего не случится с ним в жизни, но всегда оставьте только тот страх, который должен остаться. Остаться страх должен только в отношении вещей, которые действительно в его жизни могут принести опасность. Это дорога, это электричество, это кипяток и все остальные. Открытое окно это то, что действительно нужно оставить, но это должно быть не в виде каких-то запугиваний ребенка, а объяснения, чтобы он понимал, что мама очень боится и это действительно может забрать его жизнь. Не все дети отслеживают причинно-следственную связь. То есть, когда мы говорим, что играть с огнем опасно, они не видят, к чему эта опасность может привести. А играть с огнем им очень интересно. Например, есть такие дети и я с такими детьми работала. И если детям очень интересно смотреть, как зажигаются, например, спички, а это ведь может привести к пожару, а родители запрещают, мы знаем, что запретный плод сладок, поэтому дети это делают втихорят родителей. Я всегда даю рекомендацию сделайте это вместе с детьми и покажите, как грамотно. Пусть он при вас вот эту спичку зажжет и покажите, как грамотно потом эту спичку потушить. Ему нравится смотреть на огонь. То есть, иногда надо показать детям, что если ты не завершишь эту историю, это будет хуже. Посмотри, как можно сделать и если тебе что-то интересно, дождись меня и мы сделаем это вместе. То есть, запретный плод сладок поэтому лучше не столько запрещать детям, сколько показать причину следственную связь к чему-то. Спасибо. Хорошо. Скажите, как в данном случае поступить родителям в отношении окон? Ведь в окно ребенку всегда так интересно смотреть. Его так интересно и легко открывать сейчас, поскольку новые рамы пластиковые, они открываются на раз. Годовалый ребенок это может сделать. Что должны сделать родители, чтобы никогда в их семье не случилось трагедии. Окна должны быть закрыты или открыты на микропроветривание, но не должно быть соблазна детям подойти к открытому окну. То есть, это просто для родителей правило. То есть, с рождением ребенка можно просто запомнить, что больше вот так на распашку окно у них в доме не открывается. Никогда. Если только ребенок не уехал к бабушке в деревню. Все. Только на проветривании или микропроветривании, когда щель только сверху. Кроме этого, я считаю, что надо и поставить запорное устройство. Обязательно. Потому что, действительно, окна открываются очень легко. И маленькие дети их откроются очень просто. Есть еще один способ. Надо просто снять эту ручку, пока ребенок не понимает. Потому что они будут лазать по подоконнику, он за нее возьмется, просто так, чтобы ицы в итоге откроют самопроизвольное окно. Поэтому ручечки на таких окнах все-таки на годик до осознания всего возможного трагизма надо снять. Это и дошкольный возраст. Я бы не ограничилась двумя годами. Это дошкольный возраст однозначно. Я знаю, что и сейчас это одно из основных развлечений у молодых мам поставить маленького ребенка на окошко, держать его под ручки и показывать. Вот он мир перед тобой. Если нет возможности выйти на улицу, так что ж теперь родители должны отказаться от подобной забавы и не развлекать детей таким образом. Видимо, да. Во всяком случае, ставить прямо на ножки, на подоконник, может быть, не стоит. Держа на руках. То есть поза стать на ногах на подоконник, скорее всего, под запретом. Но в окно не смотреть трудно. Держите его на руках. Держите его где-то так, чтобы он понимал. Невозможность. Нельзя. Это недопустимость стоять на подоконнике. Уважаемые эксперты, а какая работа проводится с родителями? И приходится ли вам вмешиваться в жизни семей, если вы знаете, что в этих семьях детям что-то угрожает? Постоянно беседуем на собраниях на наших общешкольных. Всегда приводим вот эту печальную статистику. Часто рассказываем вот эти случаи, произошедшие недавно. Что привело, какая последовательность неправильных действий к тому или иному случаю. Дальше родитель сам уже решает, насколько вы это все верите, насколько это действительно опасно. Второй раз мы с родителями беседуем, когда нам сигнализируют медики о том, что дома произошел несчастный случай, мы приходим уже домой, обследуем жилищные бытовые условия, смотрим, если все в порядке, то ограничиваемся беседой о том, как все-таки в дальнейшем не допустить эти случаи травмирования. На этом работа с родителями заканчивается. Дальше, я думаю, огромным подспорьем ваша передача должна быть, которую нужно рекомендовать, я думаю, каждому взрослому, у которого дети, посмотреть, особенно цикл, связанный с безопасностью жизнедеятельности. Сейчас это можно очень легко сделать. Я думаю, попробуем и такой метод. Возьмем среднестатистическую благополучную семью. Я не думаю, что в этих семьях родители не говорят своим детям «Будь осторожен», в розетке нельзя, в окна нельзя, со спичками нельзя, но все равно статистика травматизма бытового пополняется. Почему, почему дети не прислушиваются или, скажем, не всегда прислушиваются к советам родителей? Есть такая вещь – потребность. У детей есть потребность, но это нельзя. Что делают дети? Делают, но потихоньку от родителей. И когда это вскрывается, хорошо, если дети живы. Бывает хуже. Поэтому я всегда второй раз повторяю, все-таки должно быть доверие между детьми и родителями. Родители не должны говорить «нельзя». Нельзя – да, есть вещи, которые нельзя, но если этого нельзя очень много, иногда можно сказать, что можно, но давай при мне, давай вместе, давай посмотрим, к чему это приведет. То есть не все нельзя. Да, дети любопытные. Они очень любят экспериментировать, потому что именно так они постигают эту жизнь. Они так пытаются понять, как устроен мир. Наш мир на данный момент достаточно безопасен. У нас вот только такие опасности остались, почти бытовые. Это несравнимо с той жизнью, которая была когда-то, и с тем количеством опасностей. и создается такая иллюзия, что страшного в общем-то ничего не произойдет. Если я этого не увидел раньше, если не произошел какой-то случай на моей памяти, сохраняется пока иллюзия у ребенка, что оно и не произойдет. Наш мир достаточно безопасен, да, и статистика должна показывать приемлемые для нас цифры, но тем не менее дети из окон падают, жилища загораются и так далее. В чем причина? Почему? Это просто средства массовой информации так старательно освещают эти проблемы? И раньше так было, или нет? Вы знаете, травмы детские были всегда, но действительно сейчас очень много освещается и много очень уделяется внимания этой теме. раньше было даже больше, наверное, гибели, детей, намного больше. Сейчас каждый случай разбирается, но он действительно каждый случай показывается, рассказывается и создается впечатление, что больше, больше и больше. С одной стороны, это очень хорошо, что хотя бы для других это будет пример. Кто-то посмотрит и поймет, что так делать нельзя, надо обратить внимание на какие-то моменты. Некоторые родители думают, что дети знают, что так нельзя вести, а как показывает практика, детям надо несколько раз объяснить и рассказать и даже большим детям. Я просто сейчас хочу привести пример, наверное, очень негативный такой, когда мальчик пошел в баню, грел воду кипятильником в ведре и все прекрасно понимают, что когда кипятильник включен в сеть, греется вода, туда нельзя опускать руку. Тем не менее, этот ребенок опустил руку туда и погиб. Но я не думаю, что родители ему не объясняли, что так делать нельзя. Причем ребенок большой, ему 16 лет. И в школе, думаю, что объясняли. Сегодня очень много гиперактивных детей. Это ребенок-разрушитель. Ребенок, который разрушает все, что видит вокруг. И сегодня их очень много. И именно у этих детей нет причинно-следственных связей. Именно у этих, у многих детей дефицит внимания. То есть они не замечают каких-то вещей. Поэтому они попадают, разрушают, крушат и в то же время травмируют себя бесконечно. То есть это уже медицинский аспект? И здесь нужно прибегать к помощи медиков? Это психологический момент. Это не настолько медицинский, сколько психологически. Мы должны знать, что эти дети есть. Мы должны признать, что это дети, которые склонны к травматизму. И мы должны знать, как с ними общаться и как их воспитывать. Мы – это родители. Мы – это родители, педагоги и так далее. Воспитатели. Да. Это общество. Уважаемые эксперты, и еще один вопрос. Скажите, пожалуйста, несут ли какую-то ответственность родители за то, что они оставляют своих детей без присмотра и подвергают опасности? Дети получают бытовые травмы. Естественно, ответственность такая существует. Если ребенок получает какую-то травму, и в зависимости от тяжести этой травмы наступает и ответственность. Есть случаи, когда ребенок гибнет дома, когда действительно родители за ним не смотрят. Тогда тоже в таком случае действительно возбуждается уголовное дело за причинение смерти по неосторожности. Когда по вине родителей причиняются какие-то травмы ребенку, точно так в данном случае будет возбуждено уголовное дело. И уже в зависимости от травмы будет рассматриваться вопрос, какая будет ответственность. Наши дети любопытны, их ум очень пытлив, и это позволяет им развиваться и жить. И как любой эксперимент, далеко не каждый заканчивается удачно и успешно, но сделать так, чтобы как можно меньше был ущерб от неудачных экспериментов – это задача взрослых. Уважаемые родители, почти все зависит от вас. Научите своих детей безопасной жизнедеятельности. Дорогие родители, берегите своих детей. Дело каждого взрослого – сделать свой дом безопасным. И сделать так, чтобы безопасно было нашим детям. Чтобы им не было скучно, чтобы их пытливость и любопытство не приводило к тем печальным явлениям, которые каждую неделю у нас в стране случаются. Родителям о безопасности детей нельзя забывать ни на минуту. Позаботьтесь о безопасном пространстве для ребенка, чтобы уберечь его от нелепой случайности, которая может обернуться самой настоящей трагедией. Это была «Школа жизни» на Беларусь-4. Всего вам доброго и до следующей встречи. Пока! 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 ПОПИШИСЬ! Продолжение следует...